В каком возрасте надо выходить на депутатскую пенсию? Об этом мы спрашивали наших жителей и результаты опроса через секунду. Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, на нашем опросе в предыдущий раз мы вас спрашивали, до какого возраста человек может стать депутатом? Получили следующие результаты. До 60 лет 68%, до 70 лет 20%, до 80 лет 0% и в любом возрасте лишь 12%. И таким образом получается все практически за то, чтобы до 60 лет быть. Так как мы находимся в преддверии выборов в Государственную Думу, то депутаты Государственной Думы имейте в виду, кого хотят выбирать жители Архангельской области. Также темой этой недели, наверное, самой обсуждаемой во всех средствах массовой информации были назначения в правительстве Архангельской области. Новые назначения. И что, в общем-то, там происходит? Ну, чудо не случилось. Как все ожидали, так и произошло. Предлагается новыми заместителями губернатора утвердить тех же самых людей, которые, в общем-то, были заместителями губернатора и до этого. Итак, на предстоящую сессию областного собрания губернатор предложит депутатам несколько кандидатур. Предстоит согласовать руководителя правительства и предполагаемая фамилия этого кандидата Алексей Алсуфьев. Что же мы о нем знаем? Алексей Алсуфьев у нас в первую очередь северодвинец. Образование у него выше. Окончил он Севмаш в ТУЗ. Специальность по диплому технология машиностроения и менеджмент в бизнесе. А работу свою Алексей Владимирович начал в 1990 году, придя учеником слесаря-инструментальщика, сборщика-достройщика в судовой цех номер 40 Северодвинского Севмаш предприятия. И прошел трудовой путь до главного инженера. Он был назначен на этот пост в 2008 году. С 2012 года Алексей Владимирович стал работать заместителем губернатора Архангельской области по инфраструктурному развитию. Также будет и два заместителя губернатора по направлениям. Заместителем по внутренней политике станет Алексей Андронов, а заместителем по стратегическому планированию и инвестиционной политике Алексей Гришков. Алексей Андронов – житель Калининграда. Родился 15 августа 1976 года. Образование. Окончил Балтийская государственная академия рыбопромыслового флота. Квалификация по диплому – инженер-судомеханник. Карьера его складывалась следующим образом. Работал в различных коммерческих структурах, в основном по специальности начальника отдела снабжения. В 2012 году был назначен заместителем губернатора Архангельской области и руководителем администрации губернатора Архангельской области и правительства Архангельской области. Про Алексея Гришкова мы знаем следующую информацию. Родился он 16 февраля 1965 года. С 1993 года он работал в коммерческих структурах как в Северодвинске, так и в городе Архангельске. А дальше у него очень интересная карьера сложилась. С 2007 года он стал советником главы администрации Архангельской области. Уже через месяц он был назначен руководителем представительства Амурской области при президенте Российской Федерации и правительстве Российской Федерации. С 2009 по 2012 год работал главным инспектором счетной палаты Российской Федерации в городе Москва. До настоящего времени является заместителем губернатора Архангельской области. Хочу обратить внимание, что он также северодвинец, окончил Севмаш в ТУЗ, специальность по диплому судостроения и судоремонт. А я бы хотела отметить, что все заместители губернатора носят имя Алексей. Все заместители так или иначе связаны с кораблестроением, то есть у нас своеобразное правительство кораблестроителей. Ну да, Архангельская область это, видимо, большой-большой корабль. И мы надеемся, что этот корабль под руководством Игоря Анатольевича поплывет в дальнее плавание. И в нужном направлении. Также у нас произошли изменения и в фамилиях министров, ну и посредственно самих министерств. Среди новых министров не оказалось министра Шевелева, который занимался лесопромышленным комплексом. Также не оказалось министра Меньшиковой здравоохранения, министра Карельского торговли и сельского хозяйства. Еще одного министра Шевелева соцзащиты. А также не оказалось и министра по молодежной политике и спорта Елены Доценко. Министр лесопромышленного комплекса, скорее всего, стал жертвой скандала, который разгорелся вокруг распределения лесосеки в Архангельской области. Ну, не оказалось еще двух структур в нашем правительстве. Это Министерство местного самоуправления и Министерство по делам молодежи и спорту. На их место придет подразделение, которое будет отвечать и за местное самоуправление, и за молодежную политику, и даже за взаимодействие с общественными организациями. Кроме того, появится отдельное агентство по спорту. Ну, хотелось бы напомнить нашим телезрителям, что во времена губернаторства Ильи Филипповича Михальчука депутаты областного собрания обращались к нему. И депутаты Совета Федерации, и Государственная дума от Архангельской области совместно с молодежью Архангельской области просили, чтобы было создано Министерство по молодежной политике и спорту Архангельской области, дабы вывести развитие молодежной политики в Архангельской области и развитие спорта в Архангельской области на более высокий уровень. Ну и кроме того, существовали ведь профильные министерства и федеральные, и в Государственной Думе комитет занимается молодежной политикой и спортом, и в областном собрании комитет занимается молодежной политикой и спортом, поэтому, наверное, очень логично и как раз поднимало таки статус и самих спортсменов, и всей молодежи Архангельской области на уровень целого министерства. Теперь, к сожалению, будет на уровне агентств. Ну, будем надеяться, что наша молодежная политика и спорт от этого не пострадают. Еще одной темой этой недели стал конкурсный отбор на должность главы муниципального образования город Архангельск. Обошлось тоже, собственно, без неожиданностей. Наиболее подготовленный из кандидатов – это, безусловно, Годзиш Игорь Викторович. Игорь Годзиш тоже северодвинец и тоже начинал свой путь на Севмаш предприятий города Северодвинск. Еще одно новое назначение в мэрии города Архангельска – это Сергей Ковалев. Что же мы знаем про Сергея Михайловича Ковалева? Родился он 25 марта 1961 года в Томской области. Образование у него высшее. Окончил он Томский политехнический институт по специальности инженер-физик, а в 2004 году архангельский филиал ВЗФИ по специальности менеджер. Трудовую деятельность он начал помощником мастера машиностроительного предприятия «Звездочка» в городе Северодвинске. В 2001-2004 годах работал заместителем главы администрации Архангельской области, директором департамента информации и общественных связей. С 2012 года – министр Министерства по региональной политике и местному самоуправлению правительства Архангельской области. С 2015 года являлся советником губернатора Архангельской области по внутренней политике. Про Сергея Ковалева хочется отметить, что на многих должностях в Архангельской области он работал и везде пригодился. Надеемся, свой большой опыт он реализует теперь в мэрии города Архангельска. На очень важной управленческой должности. Безусловно. Ну и по традиции очередной опрос. На этот раз он звучит следующим образом. Нужны ли изменения в структуре правительства Архангельской области? И три варианта. Первый вариант – нужны. Второй вариант – нет, не нужны. И третий вариант – все равно, лишь бы людям жилось хорошо. Дорогие телезрители, ждем ваших ответов в социальных сетях Facebook и контакт Александр Дятов и Екатерина Поздеева. На ваших экранах телевизоров вы видите адрес нашей электронной почты. Ждем ваших ответов и всего вам доброго. Всего хорошего, до свидания. До свидания.